Привет, привет, привет! Сегодня мы без всяких вырезок практически представляем вашему вниманию наш, так сказать, поход. Это знакомство, можно сказать, участников профсоюза Николаевск на Амуре и беседы их с главой администрации Николаевского муниципального района. К сожалению, главный администратор Николаевского муниципального района не смог документально подтвердить правомерность вообще занимаемой должности и нахождение его в здании администрации. Но, несмотря на то, что нет никаких документов, мы все-таки решили пойти на контакт, запросить данные документы. Возможно, все-таки они где-то, где-то далеко в глубине бумажных завалов все-таки имеются. Вот эти приказы назначения на должность и ОГРН и прочие-прочие документы. А все потому, что для того, чтобы вот эта встреча состоялась, потребовалось с нашей стороны некоторое упорство. И не все так просто, как кажется. И не все так прозрачно, как рекомендует и наставляет Владимир Владимирович Путин. Впрочем, обо всем по порядку. И начнем с того, как мы пробивались к главе Николаевского муниципального района на прием. Собственно, эти кадры уже перед вами. Не будем затягивать, а перейдем сразу к делу. Мы пришли по нашему вопросу по балкону и по баннеру в администрацию Николаевского района. Зададим все наши вопросы и послушаем ответы. Здравствуйте. У нас тоже ведется видеозапись. Мы вот на ресепшем поставили, чтобы мы нашли наши полномочия. Тоже можно вас документы, Анатолий Михайлович? Да, правда. Я не знаю, потому что мы пытались искать на сайте администрацию. Там, во-первых, три сайта. И кому решаться, мы даже не знаем. Значит, живой человек Роман, Арман Сергеевич Зайцев. И, кстати, из лица вот этого. И живой человек, женщина по имене Ема, представитель физического лица Ема Петровна Шилан. Участники профсоюза Николая Осноморья, который был учрежден 7 ноября 2018 года. Служим вас. Что вас привело? Значит, да, нас привело для начала... Вы разговаривали? Для начала, да. Мы хотим правовую основу сначала, как бы общую аккредит. Мы, значит, себя назвали на ресепшем и показали свои документы. Хотим тоже ваши документы для начала, то есть паспорт и приказ о назначении. И дальнейший диалог, соответственно. Я понимаю, что с вами как бы не говорили так, но... Но мы как бы являемся все-таки вашими избирателями, да, вашим электоратом. И, в общем-то, теми людьми, которыми вы управляете. Одними из тех людей, да. Ну, как бы поэтому убедиться, возможно это сделать. ...информация на сайте, поэтому у вас спрашивают. Буквально до сегодняшнего дня была действующая администрация города Бакалайска, где был глава администрации Сумпухоленко. Ну, до сегодняшнего дня. Почему не обновляется сайт тогда? Нет, ну, чтобы вы не удивлялись этим вопросом. Понимаете, какой-то случай? Анатолий Михайлович, можно паспорт и приказы назначать? Подожди, правовой статус определим. Я паспорт с собой не ношу, и приказ тоже мне с собой. Не носите, да? Если вам необходимо, вот такие документы, мы вам направим. Хорошо. Отметьте, пожалуйста, у себя направить документы, значит, копию паспорта Анатолия Михайловича. Вы сделаете, да? Конечно, конечно, конечно. Пожалуйста, отметь. Паспорт, решение, однозначно. Низное заявление. Вас интересует, вообще, меня избрали как главу района, Николай. Нас интересует. А вы взяли полномочия, администрация района взяла полномочия городского поселения. Ну, то есть специальное там решение, и все решения вам направят. Мы сегодня поднимали ушки нашего города. Хорошо, 6 секунд. Нашего города. Хорошо, говори. И, оказывается, вообще, с 2017 года только даже этого обновления нет. Точно так же бюджета города. Можно попросить также направить в распечатанном виде действующий устав Николаевского на Амуре, муниципального района, с последними обновлениями. Можно такое получить? И бюджет тоже надо. Так, устав. Бюджет. Паспорт приказного назначения, значит, угарен. Получается, что угарен, это третий пункт у нас, да, это будет выписка из Игрил, насколько вы понимаете, да, по юридическому лицу. Не смогли найти, значит, на сайте налог.игрил.ру, значит, данная информация отсутствует, поэтому мы спрашиваем, как бы у первого источника, опять говоря. Так, еще, значит, вопрос тоже организационного свойства касается пространства интернет. Значит, на пространстве интернет находятся три сайта. Николаев, значит, николград.ру, николадм.хабкрай.ру и николад.ру. Какой из сайтов является действующим, настоящим, то есть именно вашим непосредственно? То есть куда можно посылать запросы? Тоже, да, это вопрос, получается, пойдет тогда? Так, какой из сайтов действующие? Официальный. И, соответственно, значит, седьмой пункт официальную электронную почту. Так, ну, и хотя мы, значит, не убедились, значит, в правовых полномочиях, тем не менее, значит, мы все-таки, раз мы пришли, вы нас встретили. Переходим к вопросу непосредственно по вопросу ЖКХ. Значит, участник профсоюза, живой человек поименяемый, уже несколько лет бьется по, значит, по этому вопросу. Значит, касается балкона, да? Ну, начнем с организации управляющего, значит, покажите документы по лицензии, по запросам лицензии, ну, и так далее. Представите, я даже понимаю, у Мэтта Николаевна. Спросите у него оригинальную лицензию на предоставление услуг. Мне предоставляют две разные лицензии. Одну предоставил Эйрюмин от района, одну предоставил Дмитрий Енжов совершенно под разными номерами. То, что предоставляет тягушек, он показывает только ксерокопии. Придя к нему в кабинет, попросив оригинал, он не отказал. А, попросив Борзецова из жилищной комиссии съедет и убедится, что у него нет лицензии, Борзецов сказал, что он сам справится. Ответы до сих пор не нет. Я делаю вывод, что организации существуют нелегально на этой территории. Под прикрытием администрации. Администрация ниже не прикрывает никакие управляющие компании, тем более вы же сами избираете управляющие компании. Был запрошен в протокол собрания? Тоже не по собранию. Я проработал. Суды в том, что там не по собранию, а он был проведен в конкурсе, тем, что, собственно, не реализовались наклады. Право, орган местного управления провел в основании которого вывела та управляющая компания, которая у вас конкурса. Протокола действительно нет. Есть протокол конкурса. Конкурс является недействительным, так как участвовал только один участник. Это считается недействительным конкурсом. Непредъявлена оригинальная лицензия точно так же конкурсной комиссии, которая подтвердила, подписала и дала ему добро. Это тоже все есть. Это все вопросы заданы этой комиссией, этим депутатам и все остальное. По поводу лицензии, Антоний Михайлович. Он проводил проведу по заявлению имущества, потому что там все... Давайте, наверное, напишем вам лицо, чтобы он представил все документы необходимых. С оригинальной лицензией управляющей компании, которая это причина с 15-го года управлять домами без лицензии. Еще один нюанс. В приложениях, которые полагает Тябышев, нету и на сайте точно так же, нету даже дома моего в обслуживании. Антоний Михайлович, я так думаю, если мы у Барсицова запросим запрос, да, непосредственно лицензии с приложением, я думаю, что он предоставит, ну, соответственно, документы, но все хорошо. Что будут предоставить? Два ответа, Дмитрий Елко и вот Иерина отвечает. Две разные совершенно лицензии. Вот ЭКРЮ, который говорит, что лицензии утягившего места. Вот банк исполнительных производств, который не действует. Вот список домов, которых нету. Вот ксеркопированная лицензия, которую он предоставляет. И еще куча документов. Копия из оригинала, которая не устраивает заявителя. Конечно, меня копия не устраивает. У меня такая же копия вот. Данные оригиналы, которые отвечают на воде встокской типографии. Контрольные лицензии, поэтому Дом Совета 65 есть в управлении. Ну, это право человека. Ну, это вот сейчас любой школьник может напечатать. Почему вот два листа лицензии, да, и у них разные годы. Это же лицензия одна и та же. Вот смотрите, вот типография Владивосток, 2015 год, а второй лист 2017 год. Вот посмотрите, вот мелкие шаги. Вот объясняю, чтобы потом не было вопросов. Лицензия выдается единомоментно. На новом бланке старый отправляется в комитет по лицензированию, куда у них остается, и выдается новый. И когда они их там печатают, как бы, ну, видать, срок идет. То есть, допустим, сначала был один дом, потом стало два тоже. То есть, каждый раз лицензия остается та же, а приложение меняется, и она с годами, конечно, может копироваться, да, либо печататься. Понятно. Больше скажу, мы стягившим, мы боремся уже не первый год. Сначала это был М-сервис, потом это был, вот, он мой дом, теперь он мой дом Николай, Николэ. Такая аббревиатура довольно-таки и походящая ему. У меня нет столько лет жизни, чтобы ждать, когда он наконец выполнил хоть одну услугу без пинка. Мы обращались по поводу балкона, еще во времена Толкачева, администрации, ой, как он, министерство ЖК Хабаровска, пинка дала Толкачеву, он все изволил сделать какой-то, наложить бетон, цемент на балконе во времена уже заморозковых. При очередной весне этот цемент уплыл. Это говорит о том, что у этой управляющей компании нет ни специалистов, нет технического оборудования. Вот буквально, не знаю, что подействовало, но вот буквально, 6-го числа он назначил очередную встречу. Я повешала баннер, мне надоело бороться просто. У меня нет просто, просто нет возможности бороться. Администрация города, Варапаев, этот комитет лицензион, они все, Борзецов, все говорят, все нормально, а работы-то нету, не производится. Пять лет я ждала, пока мне поставят крылья, козырек над балконом разрушался балкон. Пять лет я ждала, пока водосточную трубу мне поставят рядом, которая разрушает мне балкон. В итоге, вот уже пять лет я борюсь просто по плите балконной. И что он в итоге делает? Он пригоняет огромнейший погрузчик, нанимает такую технику, отвлекающийся от работы нужную, и красит мне эти вот стропы, которые... И на следующий день он делает, просто приваривает эти стропочки, которые... Он заставил меня снять садин. Нет, не стропки. Садин не мешает, освободите садин от балконы. Он не улучшил, а ухудшил состояние. Ограждение, бруски, прутки имеются в виду, а не стропы, а прутки. Когда садин держится, некоторые элементы убираются. Он приезжает и наваривает их. Придет два раза такую технику пригонять, вот впустую, вообще не заявленная услуга, которая... Что все? Ну, сказали все, могу пояснить. О чем пояснить? Нет, ну, чтобы не было... Пояснить? Действительно, Анатолий Михайлович, когда мы самостоятельно провели работы, скажем так, в предыдущий период, ну, как бы так были у нас такие работники, которые недоброкачественно работали, и по весне вы оставьте при себе... А что мне оставлять? Мне пришлось в край обращаться, чтобы заставить, вот, именно хотя бы... Я вас слушал, я же молчал. И что, а сколько с вами можно говорить? Ну, если вы... Я в кабинет прихожу, вы ничего не предоставляете. Все, мы, Петровна, все, все, все. Действительно, сделали плохо в связи с этим. Весной балконы, ну, то, что мы запетонировали, уплыло, конечно, после чего Петровна оборотилась в комитет государственного контроля и лицензирования. Опять же, представитель Борзецов провел проверку за ненадлежащее исполнение данных работ. Мы были наказаны в привлечении к административной ответственности, и нам было вынесено предупреждение о предписании об устранении данных, скажем так, нарушений. Да, но оно было выписано прошлым летом, однако до зимы не смогли провести работу в связи с тем, что вот появился этот баннер, а нам, согласно предписанию, необходимо провести сварочные работы, окраску ограждения и восстановить цементный слой. То есть, эти все работы предписаны на госжилы инспектором. И мы как бы действуем с собой неукоснительно данного предписания. То есть, на данный момент, в связи с установлением погоды, мы сначала окрасили, на данный момент, вчера, до дождя, мы восстановили прусские согласно предписанию и планируем, я так думаю, что до конца месяца мы все-таки забетонируем притур надлежащего качества. Хотя по предписанию у нас срок и стоит 30 июня 2019 года, ну, планируем в конце месяца все закончили. Козырек у нас стоит, да? За мной счет. Ну, козырек стоит, вот тоже вопрос, понимаете, что не предусмотренный технический козырек. Ну, конечно. А человек самостоятельно установил и считает, что это как бы правильно. Ну, это как бы на откуп. Предписание, вот указано, что вот эти все работы должны быть выполнены до 30 июня 2019 года. Совершенно верно. Предписание выполнено, предписание составлено, направлено 12 октября 2018 года. Ну, вы должны вот в этот указанный срок все сделать. Вы планируете пораньше засунуть. Желательно надо делать раньше. Ну, и надо вот внимательно работать более предметно, чтобы жалоб не было. А сайдинг на место будет восстановлен? Да. Оформлена кража сайдинга. Был украден он с балкона. Это баннер, баннер, баннер. У нас баннер. Мы про сайдинг говорим сейчас. Сайдинг будет восстановлен. Я думаю, эту сумму выбивать, наверное, потому что надежды на эти работы, то те специалисты, которые не имеют элементарных навыков, они ничего не могут делать. То, что он нанимает с улицы каких-то просто работников, я не знаю, доверять этим работам нет смысла. Все, что приходит от Тягушева, унитаз, сушилка, все течет, все не работает. Батарею меняли, накрутили какие-то канделябры, все смеются над этим. Нету ничего там. Как может управляющая компания занимать это место в городе, если у него нет ни тех... У него даже вывески на здании нету, что это управляющая компания. Хотя у меня на подъезде висят лишние две квартиры почему-то в доме числятся. Очень много вопросов. И таких организаций у нас по городу много. У нас прокуратура, ФСП, кто у нас там? Все банки. Да это все куча. Они сидят на нашей шее все. Вот такие же, как Тягушев. По ЖКХ вопрос, получается, закрыли. Значит будет сайдинг у нас установлен на балконе, да? У вас будут работать согласно подписание, мы поговорим отдельно с Томой Петровой. Отдельно, хорошо. Я не буду с вами быть. Выдвинута оферка. Я не буду с вами разговаривать. Управляющая компания, упоминающая, что я им не оплачиваю их ни ЖКХ. 30 лет я исправно их оплачивала и получила вот такое в итоге. Анатолий, нету у меня самого интересного всей этой истории. Проговора у меня нету вообще. Для установки сайдинка необходимы те прутки, которые должны быть по нормам. Мы их должны спилить для Эммы Петровны, чтобы остановить, чтобы он-то крепился. Эта работа так делалась. Я понимаю. Люди, которые делали, это делали. Я могу слипы нарушать технически. Мне пришел госживой инспектор, показался, не поскал. Они должны быть. А то, что вы там сами производите, это как бы на ваш страх. Посмотрите, как частный ЖК делает балконы и облизнитесь. Вот больше ничего не могу сказать. Как это должно делаться? Ну все, нам сказали, что значит, справиться. О, мой дом. А то, что вы делаете, между ближайшей, для подписания, чтобы сделать дело. Анатолий Михайлович, у меня такой вопрос еще есть. Вот значит, у нас будет установлен... Значит, у нас в Николаевске будет установлен новый памятник. Вот так. Я так понимаю, в крестьянских фондах каких-то, значит, Николаевич это творчество. Он на месте, значит, вот стелла, вечная слава героям, партизациям, за нам, о павшем боях, за установление советской власти на Нижнем Амуре. У меня такой вопрос, как бы это не мой вопрос, а вот допустим, моих подписчиков, нижнеамурцев тоже. Обязательно ли, чтобы вот новый памятник устанавливать, хороший памятник, я не спорю, вот, обязательно ли делать перенос вот этой вот стеллы, то есть памятник. Он не является памятником. Так. Он, это временный памятный знак, который в свое время устанавливался в связи с будущим установкой мемориала героя гражданской войны. Его должны были на этом месте установить, где вот это стояло, стелла. Как? К сожалению, вот, когда пришли проектировщики устанавливать, вот, и думать, где установить вот эту стеллу, не стеллу, а называется памятник «Скорбящая мать», ее взяли и установили не на этом месте, а в совсем другом месте в сквере. Ну, а так решила прежняя власть, хоть этот знак памятный, он не является памятником и не внесен ни в какой реестр памяти, его нигде нет, он не существует, этот объект не существует вообще. Ну, пусть стоит, если он вот кем-то поставлен, как временный, но он как временный, уже там, ну, как мне сказали, более, наверное, сорока лет стоит в этом сквере. Посоветовались с нашими краеведами, с нашими ветеранами со всеми и предложили куда поставить, потому что два памятника об одном и том же стоят рядом со всеми. И приняли решение его усыновить и вот там, где происходили именно героические события, время гражданской войны. И он будет установлен, когда его демонтировали, то строители определили, что он стоит, как временный. Под него ни фундаментов нормальных, ничего, где все были удивлены, строители, как он мог, как долго простоять. Но его долго там сковыривали памятник этот? Ну, я вам скажу, что мы памятник, когда переносили Чкаловскому перевету, который стоял в аэропорту, а перенесил на Чкаловскому, мы его демонтировали ровно месяц. Такие фундаменты закладываются под такие сооружения. А здесь, строители сказали, и та техника, которая участвовала, но она, Калина, и он будет стоять в красивом месте, нормальном месте он будет стоять. Красивое место это где? Красивое место это где? Это будет стоять на площадке у клуба моряков. Ну, нормально будет смотреться, наверное. Мы выбирали его, предложили его на улице Наумова отставить. Но на улице Наумова, когда все там обследовали, к сожалению, сама территория, где раньше штаб был, штаб. На Наумова один. Да, а затем там же была мемориальная доска в памяти Наумова, где вы на этом здании. Потом милиция была общественной безопасности. Когда аварийный дом был убран, сейчас уже спроектирован на этом месте центр детского творчества, бывший дом пионеров, потому что он в аварийном состоянии. И он занимает всю площадь от улицы Советской до Максима Горького и Наумова. То есть туда поставить памятник, а нам предложить туда мы не можем, потому что уже проект получил государственную диспетину. Предложили поставить на газон, на газоне, потом снег будет чистить, с него повернут. В другом есть снег. Поэтому все посоветовались. Это мнение общее, лично меня или еще кого-то. Это же совершенно разные времена, временные третки. Ну да. Вы говорите, в одной куче все. Это совершенно разные. Нет, это с героем гражданской войны. И я еще раз говорю, что памятник, скорбящая мать, он должен был стоять вот на этом месте. Вот этот временный восстали тогда. Я участвовал в маленьких школьниках и был при постановке. Ну он бы еще простоял бы. Почему-то на 9 мая мы туда кладем какие-то цветы и хупай после 9-го года. А вы, с удовольствием, к куру моряков еще будет удобнее подойти. Ну мы подождем тогда, убедились в этом. А почему тогда решение принято, что поставить какого-то Николая, чудотворца, а он чем-то заслужил у нас? Ну у нас город Николай-Снамуре назван. У нас Невицкой хороший стоят. У нас город Николай-Снамуре назван в честь Николая, чудотворца, покровителя мореходов, путешественников и рыбаков. У нас мореходы, Невицкой был морехода. Они пришли. Так может быть лучше заняться причалами, которые для мореходов... Это будет свой. Есть много. Мы сейчас проектируем набережную городскую, для того, чтобы она в питоне была. Мы весь сквер сейчас в этом году поменяем ограждение, поставим новые брусчатки, новые светильники, новые скамеечки, новые урны. Все будет это в комплексе сделано и будет красиво. Вам будет, вот у Калаш-Вадома, вот очень приятно гулять по этому скверу. На общей разрухе. Анатолий Михайлович, вот такой еще вопрос тоже городского, ну, искать районного значения, наверное, да. Вот в прошлом году в межсезонье были установлены ограждающие... Конструкции, дискотных переводов. Да, 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 да. Это было на таком довольно длительном интервале, где-то около 3 километров, эти оградки. И вот, значит, тоже как бы мне подписчики вопрос задавали, вот работа не планируется, чтобы сделать их съемными на время зимы, например. Это же как бы тоже возможно сделать. Ну, понятно, что деньги там совершенно другие будут. Ну, вот как бы вот такой вопрос, потому что было, как бы несколько ДТП было. Значит, даже можно было сейчас, ну, даже можно пройти сейчас, посмотреть, что они гнутые конструкции местами. Вот, нет таких никаких вот сейчас предложений. Ну, в дальнейшем, которые могут свое отражение найти вот именно. Ну, знаете, что, я не могу ответить вопрос, почему, потому что надо посмотреть гостин. Это называется, это пешеходные переходы и ограждения в местах школьных и дошкольных учреждений. Они ставятся. Это вот около детского сада Тополёк вы имеете в виду, да? Нет, я имею в виду именно по-советски. Значит, в районе получается дурдома туда вот. Это вот эти вот... Ну, это краевая дорога, это краевая дорога. Это не наша, не муниципальная. И как его строили заказчикам, это было украинский автомобильный дорог Хабаровского края. Почему именно так они спроектировали и поставили, я не могу вам рассказать. Это краевая дорога. И, ну, вообще, вот ваш вопрос о том, что можно или нет съемные ставить с учетом наших снегов. Да, с учетом снегов. У нас нормативы и госты, они же, к сожалению, там разрабатывать не столько снегов не бывает. И поэтому, и вот ставятся они тоже в таком, ну, в таких расстояниях, размерах от проезжей части, что первый же снег начинает чистить и происходит вот их неопарк. Но в этом году и было вот именно вот эта ситуация произошла, потому что был блокирован поселок Красный, Ачнырех и там дальше, я сам Красносельский. Вот. И как бы мы звонили ВТП непосредственно, вот, значит, дежурному, и тем, кто занимался непосредственно, ну, администратором, она говорит, я не могу автобусы выпустить, потому что дорога почищена, но она не соответствует стандартам. То есть, ну, в такой форме, как она, в форме трубы. Вот. Стоит сказать, что в дальнейшем, значит, ручные, проходили ручные вот эти вот очистители снега, но это как бы, значит, блокировало движение на неделю. То есть, люди на работу опаздывали, пешком ходили, вот. Ну, я что могу сказать? Надо поизучать нормативные документы, чтобы вам сказать, ну, можно это или нельзя сделать. Ну, то есть, инициатива от населения грамотно оформлена, найдет свое, да, отражение в ваших решениях. Ну, вот, хотелось бы тоже, да, чтобы не зря, допустим, чтобы люди, если что-то поработают, какой-то вопрос будет проработан, да, на рассмотрение его. Ну, в общем-то, так. Мы принимаем вообще от населения все предложения. И сейчас, вот, мы выполняем работы, к сожалению, не все, не все, правильно сказать, советы домов, советы домов, не все приняли в свое время участие, когда была информация в газетах и так далее, о том, чтобы принять участие, вот, если желание, обустроить свои придомовые территории. Здесь часть населения, часть домов муниципальных в городе, они вышли с этим предложением, включились в эту программу. Мы сейчас получаем деньги, мы краевые, часть своих городских районов, и эти дворы мы обустроим, на городская комфортная следа. В том числе и сквер, когда голосовали за губернатора, там была одна анкетка. Какие хотите вы, чтобы были обустроены места общественные, в городе Николаевский Новый, в том числе был и сквер. Большинство жителей проголосовало за сквер. Почему мы в этом году получаем деньги краевые, уже и конкурсы, и будем продолжать обустраивать городской сквер. И мы, если есть, за два года вообще его привезти в нормальное состояние. Чтобы там были и детские площадки, и места для пожилого воздуха, для людей пожилого воздуха, которые могли бы посидеть, и для молодежи, для всех, вот, граждан, и ферменты, что-то должно быть сделано. И сквер, он, ну, притяжение к Амуру, а люди больше идут к воде, чем в городской парке. Поэтому деньги вот сейчас вкладывают по предложению наших граждан. Я слышал, так же причал будет, да, тоже реконструироваться? Это, да, пассажирский причал, это собственность Росмарфорта, сейчас они разрабатывают проект. Это который был вот на базаре, скажем так, да? Нет. А который сгорел, вот на рынке, да? Нет, ну, это ОМ-5 подходил, вот, на старом. Он пассажирский был. Да, ОМ-5. Да. А здесь, ну, мы сейчас проект разрабатываем, наберем, чтобы там тоже установить причал, чтобы там яхт-клуб создать для детей, ну, и вообще тоже зону отдыха. Это все вместе в комплексе. Это было бы здоровски, конечно. У нас еще вот такой вопрос есть. В городе на балансе муниципалитета находится много квартир, которые не заселены. Можно какую-то информацию получить в отношении этих квартир, желательно с привязкой по адресам? На 2012 год, я помню, мне такая информация, значит, я такой информацией владел, было около 400 квартир. Есть квартиры, в которых, да, люди не проживают, но они находятся в чьей-то собственности. Если они находятся в собственности, ничего сделать невозможно для того, чтобы эту квартиру забрать и куда-то поселить. Мы такую вот инициативу проявляли в свое время. Забирали такие квартиры, а немногие разбиты, их ремонтировали, заселяли два людей. А потом появлялся собственник, который выделял документы и через суд выселял этих людей, которые мы уже заселили туда. и вселялся. Да, есть такие квартиры. А вот такие квартиры? Есть такие квартиры, пустующие у нас, например. Один из, он даже не в собственности, а по договору социального найма. А вот сейчас, сидит где-нибудь в тюрьме, или еще где-то, и мы не имеем права эту квартиру забрать и кого-то туда поселить. Есть, мы знаем, что там собираются люди, жалуются соседи, забиваем то двери, то окна, но выселить, то есть самого лего-то селить мы не можем. Ну, есть и есть, есть такие квартиры. Вот очередная жалова. Как бы эта сторона понятна вопросом. А вот именно квартиры, которые не прописаны там люди, не зарегистрированы, не прописаны, и которые стоят на балансе муниципалитета, такой собственности? Такая собственность есть? Это только те дома, которые либо ветки, либо аварийные. А дома, которые нормальные, благоустроенные у нас, ну, таких нет, что там кто-то будет, ну, либо там может человек прописан, а он не живет. Это понятно, это прописано. А чтобы не прописаны, ну, таких у нас квартир нет, благоустроенном жилом фонду, нормальный. Есть в аварийном, да, но туда мы не можем никого заселить. Мы предлагаем эти квартиры очередникам. Никто не желает туда всевязаться. А по аварийному жилью можно такую, значит, такую справку попросить, предоставить? Нет, мы вам дадим. Да, но в квартире жилье, это самое тем не менее, стоят на балансе муниципалитета, получается, аварийное жилье, да, но к ним же подведены коммуникации, тем не менее, они отапливаются. Мы, там люди не живут, может, один человек живет. Вот, двухэтажный живой дом, там живет один человек. Вот, никто не живет. И мы, этот дом, не можем, не имея права снести, пока мы не построим дом для всех жильцов этого дома. Только после этого мы имеем право этот дом снести. Он и стоит пустое. Они стоят, вот, как памятники, у вас рядом. У нас же у них есть квартиры, которые муниципальными считаются. Так, ну, вы отметили вопрос, это тоже, да? Вы подседаете кого-то. По аварийному жилью, который стоит на учете в муниципалитете, да? Постоянно меняющийся, какой-то, да, человек там живет. Да, кому-то дают его временное пользование. У него стоят вот бывшее районское общежитие, бывшая территория райисповых, прямо вот тут рядышком. Они все пустующие, но они явно все подогреваются. Почему туда не пользуются? Райфо в свое время продало собственникам, и он находится в собственности у гражданина или у какого-то предприятия. Общежитие бывшего района федеральная собственность. Она, говорит, находилась в федеральной собственности, так и находится. Мы им пишем, отдайте нам это помещение. Они говорят, нет, мы там уже часть отдали. Часть помещения отдали налоговой инспекции к федеральным учреждениям. Часть еще кому-то. Поэтому нам они просто не хотят отдавать. У нас тут постоянная борьба с федеральным вводным имуществом, чтобы они помещения, даже те, которые мы им отдали, нам назад передали, они нам не возвращают. Так, ну вкратце, в общем-то, все еще такой вопросик. Вот, допустим, образец вашего документа, который вы делали. Саня, это вопрос, я как образец ни к чему не привязываю. Значит, мне интересный вопрос, почему вот нету, значит, реквизитов организации в шапке, то есть УГРН, ННН, КПП и самое главное, печати организации как юридического лица. У него такой вопрос. Это просто как документ, как бумага. Да, как бумага получается. Там же нет никаких принадлежностей вот именно официальному документу. Оформляется ли это? Да, вопрос по оформлению. Да, есть регламент по оформлению, что твоего документа, что нашего. То есть я могу такую штучку сделать и будет как бы то, что я от администрации написал. То есть печати... Ну вот, вылаживай раньше. Ну вот, да, вот. Нет, ну, а какой-то регламент, давайте я посмотрю. Сейчас воник. Регламент по оформлению документов посмотреть, да? Конечно. Хорошо. Ты собрала свои все документы, которые я показывала? Да, воник. Все задали? Все задали? Да, воник. Так, ну, в общем-то, в чем мы так спросили? У нас, в общем-то, был визит более ознакомительный сейчас. Вот, как бы, мы представили... Вы знаете, что вот, к тому, чему боролись, в общем, три года назад еще в этом году, оно все решится. Ну, все. А вы имеете в виду по рыбному вопросу? Ну, мы не зря, как бы, мы не зря... На горбушу литвы по всему Амуру, в этом году запрещен промышленный. По всему бассейну Амура, да? По всему. Не только по Николаевскому, по всему Амуру. Остали только осенеть. Так, сейчас осенку, значит, выдолбит. Если осенку оставили. Да, уменьшили квот по осенению. Вы помните же, мы, это самое, значит, ездили, да? И, как бы, когда у следующий, следующий день мы поехали, вас там не было, и там была такая ситуация, стоял, значит, заездок на Субботино, да? И прямо напротив заездка, на берегу, стояла бригада. Ну, там, дикая, не дикая. У них там какие-то лицензии, там что-то тоже было. Сначала они снули лицензию от 2016-го, потом 15-го, потом такие все-таки, они показали... Потом они показывают, вот, очень так лояльно к ним всем относились. Ну, если показывать документ заранее, уже не тот, как бы, уже, как бы, повод задуматься, да? И, когда спросили их, а куда вы, ребята, одеваете эту рыбу? Они, значит, говорят, мы отвозим в город на заморозку. Ну, это понятно, что, значит, экономически очень невыгодное решение, куда-то в город. И видно просто, как вот напротив стоит заездок. Ну, прямо вот, очевидно, что они сдают ее прямо на этот заездок. И, как бы, прокуратура все, прокурор там, это сам, ребята там, кто там еще, а природоохранный был прокурор, и пушмин был там. Как-то все так, посмотрели так вяло вот ко всему этому. Мне вот, мне это возмутило просто. в прошлом году начали активно прокуратура привела, наверное, заниматься промышленными рыбаками. Ну, по крайней мере, в нашем уровне очень активно работают. Я не имею в виду борются штрафы и все остальное, запреты. Это все идет, и вот, оно перевело в конечном итоге это работает за запрещение улового рыбы. Сейчас следующий идет этап разрешения получить у Росрыболовства, чтобы граждане, проживающие на реке Амур, могли свободно ловить рыбу вокруг компактного местопроживания. Есть там различные предложения, чтобы бесплатно мог в каждой камере пять штук, десять, и так, но это решается опять же на федеральном уровне. Для того, чтобы запретить это решение, это приняло Росрыболовство. Тот, который разрешает, тени затем и запрещает. И то же самое тоже они потом и разрешают. К сожалению, мы здесь, ни мы, ни край, мы не можем принимать такие законы, так как это рыбное богатство, это федеральная собственность наша. А почему выдается лицензия именно на какой-то определенный участок? Я общаюсь с рыбаками, они говорят, вот получил лицензию, но лови вот здесь. Я живу, говорит, в районе, а должен ловить. там же мы говорим это выдаёт Росрыболовство, это не мы, мы не выдаём, мы не даём, это всё выдаёт, Росрыболовство, они имеют право. Да, там нужны будут защитные механизмы, потому что... Мы обращались уже лет десять, чтобы дали участки возле каждого поселения, возле Николаевска, возле Красного, Константина, где-то все люди спрашивают, но мы можем только обратиться. Мы написали, обратились, примут или не примут наше решение. Сейчас Край обращается тоже очень активно, но как будет принято, не принято, я не могу вам сказать. Получается, летнюю не будет, да, никаких организаций? Не должно быть. Ловить? Да. Никого не должно быть. Ни... Ни исследовательских? Ну, исследовательские могут они приехать, что-то посмотреть, сколько там рынка, посчитать, я не знаю. Но ловить промышленники не будут. Ни горбуши, ни летни. Так от них же тоже нет защитных механизмов от тех же, допустим, научных. Они приехали, нам нужно вот то-то-то, вот у нас распоряжение, вот у нас что-то еще. Тут тоже палка о двух концах, как говорится. Ну, в общем, мы с вами, опять же, мы с вами, что, может только увидеть запретить и обратиться, что это неправильно. А запретить ни вы, ни мы не имеем права. Потому что это, ну, полномочия не наше, это не полномочия местных органов власть. Так, получается, вы предоставляете проект для того, чтобы, ну, проект для Росрыболовства, чтобы нашим местным было разрешение там вылавливать, допустим, скажем, пять хвостов, да, там летний пол, пять хвостов, допустим, осенки, пять хвостов, горбуши, примеру, да. Это, получается, на уровне проекта у вас идет, ну, в смысле, у администрации. Мы предложили, и Край предложил, вот, мы отправили эти предложения Край собирает, отправляет дальше в Росрыболовство. А Росрыболовство должно принять решение. Это предложение, да? А можно вот это предложение, оформленное, ну, с печатями, как положено, вот нам тоже предоставить? Хорошо. Мы это на информационном ресурсе разместим. То есть ваши действия это. Хорошо. Я по работе Пушминаевчика хочу спросить. Мы Пушмина не имеем право обсуждать. Мы даже говорить не будем. Вы не надо. Вы потом все более записываете, лучше о чем-нибудь скажем, зала Пушмина. Хорошо. Я обратилась в Севском банк, на каком основании тоже там существует. Вызывалась полиция, они не смогли предоставить ни одного правоостановочного документа. Нет элементарной кассы банком называется, организацией. В итоге задаем вопросы всем, кому надо. Чебаненко отписывается, все нормально у них? Передается Пушминаевчика. Если они, мы что с вами, мы одни правоохранительные органы, это другие вообще контролирующие, мы что можем сказать? Мы ничего, мы не контролируем с этим работой, мы не имеем право контролировать. Если вы обращаетесь по ководам вот таким, мы наоборот обращаемся туда проверить. они имеют право. И в итоге мы получаем пожалуемся на тех, и ответ приходит от тех, на которых мы жалуемся. И естественно вы их не в пользу не нашли. Ну почему? Не всегда вот Роман боролся активно, первый начал бороться, и все-таки победили. А все думают, что вообще невозможно победить. Так я стал плохим. Я же всех отговаривал от всяких там выходов вот этих коллективных. Я списывался с зелеными там в Хабаровске. Говорят, кого деньги получаете? Вот. И меня обозвали короче ботом кремлевским, потом путинским ботом, потом когда значит сказали, что у нас Леонова не будет, то есть вас, да, кто-то у нас там другой, я говорю, это зря, я тоже высказал, позволью такое мнение, потому что все-таки Гонатолий Михайлович, ну как бы у меня там тоже есть там претензий много, тем не менее, как бы человек на месте, он все знает, ты Леоновский бот. А так вот у меня было, даже до такого доходило. Ну я вижу, что да, у нас продуктивно получается работа. Есть еще вопросы очень наболевшие, там есть люди без квартиры, которые оказались лишенные квартиры. Они лишенные, а мы когда же Леонов, что все равно в плане, нам нужно просто с ними подойти, я думаю, записаться, и вопросы уже как на Крелеоне. Вам нужно предамление, что у нас в Союзе за Николай? Диалог, где его возможно, у нас угрожает. Да, все равно. Что касается выставляющей компании, мы пытаемся вам помочь, чтобы вам комфортно жить. Хорошо. Получается, что эти прутки сайдинг сняли, а получается у нас стыдно, в самом деле, стыдно. Я вам предоставлю свои извинения, за то, что это какая-то конкурсные комиссии, которые занимаются. Не допускать эти товарищи к родным. Если с вами. Ну, по-моему, он мне первый жаловился на него. Всего доброго. До свидания. Так, ну, как впечатление мимо Петро? Диалог возможен? Нормально. Диалог возможен, но мимо ушей. Первый. Ну, посмотрим, как заданы вопросы, записаны вопросы, сформулированы. Включим документы, которые подтверждают полномочия, да, юридические. И в дальнейшем уже приложим диалог. Администрация города Николаевск на Амуре, администрация Николаевского муниципального района и профсоюз Николаевск на Амуре. Правда победит. Друзья, будем продолжать работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok